Буду исходить из принципа разделения власти на органы власти, законодательную, исполнительную и судебную. Значит, то, что было произведено, это творилось в сфере исполнительной власти. То есть, всем известно, что в Украине имеется Министерство экологической безопасности. И один из заместителей министра, я знаю, отвечал всегда за проведение экологических государственных экспертиз, проектов, каких-либо преобразований, каких-либо перестроек и так далее. То ли это в сфере с атмосферным воздухом, то ли это с водными ресурсами, то ли это с недрами и так далее. Это одно из направлений деятельности нашего Министерства экологической безопасности, которое ходит в систему органов исполнительной власти, главой которой является Николай Янович Азаров, премьер-министр Украины. Если такой ляпсус, мягко говоря, был допущен по данной истории, значит, это должно было быть своевременно устранено в той же исполнительной власти. Но, коль скоро дело дошло до суда, а суд не принимает, суд должен был рассудить, то есть, есть экспертиза или нет, есть какая-то тайная, какая-то, пусть недоморощенная, пусть какая-то специфическая, суд должен был оценить. И при наличии даже нашей местной, Одесской, с ведущими нашими специалистами, проведенной на конкретном материале, на основании действующего законодательства, если суд не считает нужным принять ее во внимание, то каждый судья, сдавая квалификационные экзамены и проходя ту или иную аттестацию, должен четко был указать в решении. Это святая обязанность судей. Почему та экспертиза берется во внимание, а вот эта вот не берется. Вышестоящая судебная инстанция в процессе обжалования должна была тоже дать надлежащую правую оценку. Почему взято одно за основу, проигнорировано другое. То есть на основе конкретных фактов, доказательств и обстоятельств данной ситуации, данного дела, и на основании действующего законодательства. То есть природоохранного, водного законодательства и так далее. Но это ничего сделано не было. И тут в эту ситуацию вмешалась уже первая вещь государственной власти, в лице Анатолия Степановича Гриценко, то есть представителя законодательной власти. Опять-таки, на основании конституционной гарантии, что народный депутат Украины, кроме законотворческой функции, имеет функцию контрольную. И вот в плане реализации контрольной функции Анатолий Степанович Гриценко, вот совершенно недавно побывав в Одессе, направил свои депутатские обращения, я скажу депутатские свернения, в адрес премьер-министра, руководителя главной финн-инспекции Украины, это как главкру Украины было, на предмет траты бюджетных средств, и в адрес генерального прокурора, на предмет соблюдения законности. В этой связи, опять-таки, я сошлюсь на конституционную гарантию, которая добавлена в нашу Конституцию 8 декабря 2004 года. Это пункт 5 ст. 121. Когда прокуратура Украины ставит единую систему, на которую возлагается, конкретно здесь, по нашей теме, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, соблюдением законов по этим вопросам органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, их должностными и служебными лицами. Здесь должна была вмешаться прокуратура. И еще один из актуальных и открытых вопросов остается, где же наши органы прокуратуры, начиная от экологической прокуратуры в Одесском регионе, прокурора Одесской области и генерального прокурора Украины с подчиненными ему прокурорами. То есть тут больше вопросов, чем ответов. Я полагаю, в этом плане правильно поступил Гриценко, узрев, что это проблемы национальной безопасности и правильно сделал первые шаги по своему депутатскому реагированию. В каждой конкретной ситуации, чтобы признать ту или иную правоту, надо основываться на фактах, на конкретных доказательствах и на соблюдении законов и Конституции Украины. Понимая, что такой проект на основе очень аргументированных, убедительных экспертных заключений не имеет права на жизнь или хотя бы не имеет права на его спешную реализацию, как оно было применено у нас в Одесском регионе. Значит, здесь, конечно, вопрос не в том, что кто-то подпишет и, как говорят, бумага все выдержит. Вы мне простите, эти вещи могут открыться в очень ближайшем будущем, потому что кроме наших интересов, здесь еще интересы и государства Румынии, Российской Федерации, Грузии, Турции, Болгарии и так далее. И потом, самым главным сигналом, какая бы фальсификация на бумагах не была допущена, это если, не дай Боже, у нас наши соотечественники-одесситы почувствуют на себе реальный вред или какое-либо осложнение или последствия на своем теле, на своем здоровье, конечно, эта проблема станет уже в разряд уголовно наказуемых деяний. Тогда надо будет спросить с разработчиков, с проектантов, с экспертов, что у нас не ново, когда эксперты дают заведомо ложные заключения, хотя предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных заключений. И та коррупция, которая существует в сфере экспертиз, как строительных, государственных, судебно-медицинских, с которой правозащита на конкретных делах, на конкретных примерах сталкивается, зная, какие суммы взяток там еще фигурируют и срабатывают, то вы мне простите, тогда эта тема уйдет в сферу уголовного судопроизводства.